Всем добрый день. Мы продолжаем нашу серию разборов макроэкономической статистики. Сегодня мы с вами разберем еженедельные новости и рынок труда. Итак, начинаем. Из еженедельных новостей мы затронем с вами запасы нефти и данные по безработице, которые выходят в четверг. Начнем с запасов. Данные по запасам нефти можно разделить на две части. Это выходящие во вторник еженедельные запасы нефти по данным Американского института нефти, так называемая АПИ, которые выходят вечером после 16.00 по Нью-Йоркскому времени. И основные данные по запасам сырой нефти от информационного агентства энергетики, которые выходят в среду. Новость в базовом варианте носит обратную корреляцию, то есть повышение запаса увеличение запасов нефти негативно влияет на рынок. Соответственно, уменьшение запасов — это более бычий сигнал. Но советую линейно не отыгрывать эти новости, так как в большинстве случаев эти данные уже в рынке, и крупные игроки часто пользуются этими новостями для того, чтобы либо зафиксировать позиции, либо наоборот ее набрать и действовать против толпы. Также в момент выхода новости стоит обратить внимание на стакан нефти. Вы можете просто посмотреть на наш стакан бренда обычный и обратить внимание на то, что часто в момент выхода новости, на одну-две секунды маркетмейкер полностью снимает все свои позиции, и можно увидеть настоящую нефть. В этот момент вы спокойно можете увидеть разреженный стакан — 10, 15, где-то даже 100 контрактов, но в большинстве случаев это будет абсолютно пустой стакан, который отражает настоящие позиции игроков в нефти. Теперь давайте рассмотрим еженедельные данные по безработице. В четверг выходит статистика, отражающая число первичных заявок на получение пособия по безработице. Эта статистика публикуется Министерством труда США и отражает количество людей, впервые обратившихся за помощью государству. Новость также имеет обратную ситуацию, то есть при увеличении числа запросов — это негативный сигнал для рынка. Соответственно, если число заявок было меньше ожидаемого — это позитивный сигнал. Новости достаточно волатильны, выходят в четверг, как уже сказал, и в большинстве случаев не оказывают какого-то сильного влияния на рынок. При сильном отклонении от средних значений новость может приковать к себе внимание крупных игроков всего рынка и оказать очень серьезное влияние на дальнейшее направление движения. Допустим, мы можем вспомнить апрель 2020 года, когда за две недели данные по пособиям выросли с нескольких сотен до шести, по-моему, с половиной миллионов. За две недели количество заявок очень серьезно увеличилось, и в моменте рынок прям ждал эту статистику очень-очень серьезно. То есть, если бы тенденция роста продолжилась, наверняка мы пошли бы дальше. Теперь давайте разберем с вами рынок труда США, он же нонфарм. Что это такое? Нонфарм — это комплексный показатель, который включает в себя само изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, уровень безработицы, а также размер оплаты труда в час и общее количество отработанных часов за каждую неделю месяца. Но последние данные несущественны, и мы фокусируемся только на изменении числа занятых и уровне безработицы. Данные публикуются ежемесячно и выходят каждую первую пятницу нового месяца. Новость можно разделить на две части. В среду выходят предварительные данные, национальный доклад о занятости населения от исследовательского института ADP. Новость предварительная и имеет локальное значение на рынке. В пятницу же выходит основной блок новостей — это само изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровень безработицы. Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе США составляет около 80%, поэтому данные очень важны. Поясню. В сельскохозяйственном секторе, соответственно, заняты оставшиеся 20%, и, как мы видим, почти четыре пятых всего количества занятых отражаются в этом отчете. Соответственно, и данные поэтому очень важны. В базовом варианте новость имеет прямую корреляцию с рынком, высокие показатели — позитивны. коэффициент безработицы определяет процент от общей рабочей силы, которая является безработной, но активно ищущей работу и готовой работать в США. Высокий процент безработицы — соответственно, слабость рынка труда. Рынок труда имеет огромное значение, и выходящие данные, как правило, предопределяют движение рынка на ближайшие недели. Поэтому какие-то локальные точки входа искать на момент выхода новостей, конечно, можно, но это связано с высоким риском, и есть определенные стратегии маркетмейкера, которые он использует для того, чтобы этих рискованных ребят, скажем так, оставить без денег. Сейчас мы вам это покажем. Итак, представим себе ситуацию перед выходом какой-либо новости. Это может быть для рынка нефти запасы в среду, либо для любого другого рынка новость нонфарм. Что происходит перед выходом таких важных новостей? Как правило, рынки после какого-то движения залегают во флэт и замирают в ожидании. И вы все знаете, есть такая базовая стратегия на отложенных ордерах, когда через какое-то расстояние от текущей цены прямо перед новостью выставляются отложенные лимитки на пробой. То есть выше какого-то определенного уровня ставится заявка на покупку, ниже какого-то определенного уровня ставится стоп-заявка на продажу. Как это работает? Ну, в базовом варианте новость должна выйти сильно, соответственно, первый толчок вверх зацепило вашу лимитку, и движение полетело дальше. Но маркетмейкер, конечно же, все эти заявки видит. В большинстве случаев ситуация работает совсем по-другому. Вы можете отследить это и на запасах на стакане нефти, также это можно увидеть на ликвидных инструментах в момент выхода нонфарма. Это может быть и фьючерс на индекс S&P 500, и фьючерс на RTS, фьючерс на валютную пару доллар-рубль, да любой ликвидный инструмент, потому что данные по рынку труда, они важны для любого рынка. Итак, что происходит в этот момент? Очень часто маркетмейкер просто снимает все заявки на какие-то доли секунды, и идет прострел, собирающий на пустом рынке все вот эти заявки. И большинство таких трейдеров, у них получается, что они здесь покупают, а вот здесь продают. Причем этот прострел происходит в течение каких-то долей секунды, очень быстро, и самое главное, он происходит до выхода новости. То есть даже если потом пошло движение в какую-либо из сторон, вас как минимум успеет отступить. Вы можете на этой стратегии один-два раза случайно заработать, но системного заработка по таким решениям уже давно нет. Тем более, что и запасы нефти, и данные по рынку труда имеют фундаментальное значение и отыгрываются игроками крупными, как правило, в интервале следующего времени. То есть новости по нефти, это по большому счету данные на целую неделю вперед, а нонфарм может определить движение рынка чуть ли не на следующий месяц. Поэтому вот какие-то такие локальные вещи на таких крупных новостях я вам отторговывать не рекомендую. Ну или на очень-очень аккуратненький объем. Всем успехов в торговле!